Как прекратить стремиться оправдывать ожидания других людей? На самом деле, если ты задаешься этим вопросом, то, что ты имеешь в виду под этим, мешает тебе жить. Скорее всего, тебе приходится откладывать какие-то свои важные дела и делать что-то в угоду другим. Либо же, когда ты стараешься завоевать одобрение других людей, либо ты пытаешься оправдать ожидания других, в этот момент ты чувствуешь, что что-то идет не так. То есть ты понимаешь, что есть какое-то несоответствие. И чтобы решить эту проблему, нужно хорошенько покопаться в себе. Потому что, скорее всего, процентов на 80 у тебя эта история появилась в детстве, когда твои родители тебя сравнивали с другими детьми. Если ты рос в семье, где двое и больше детей, то часто могли тебя сравнивать с твоими братьями и сестрами. Но бывает такое, что даже тебя начинают сравнивать не то чтобы с родными братьями и сестрами, а начинают сравнивать с какими-то другими детьми. С соседскими детьми, с твоими одноклассниками. И в тот момент, когда ты маленький, когда у тебя не хватает ресурсов, у тебя образовывается психотравма. Ты не можешь адекватно, скажем так, перенести это. У тебя просто нет внутреннего ресурса. Тебе хочется, чтобы твои родители тебя поддержали, дали тебе какую-то защиту и поддержку. А вместо этого они что делают? Они тебя начинают сравнивать с другими. А вот Васечка по математике пятерки получает. А вот Анечка получает по такому-то предмету. Тоже пятерочки и так дальше. И в этот момент у тебя начинает образовываться такой психокомплекс, который говорит тебе следующее, что с тобой что-то не так. Что с тобой настолько сильно что-то не так, что твои родители предпочитают хвалить других детей и критиковать тебя. Это ошибка многих родителей, которые начинают сравнивать. И потом во взрослой жизни у тебя появляется вот это вот дурацкое, нездоровое стремление соответствовать чьим-то ожиданиям. И, как правило, соответствовать ожиданиям тех людей, которые для тебя важны. Это может быть муж, это может быть жена, это может быть какой-нибудь важный твой друг или подруга, либо это может быть начальник на работе. В общем, в те люди, которых ты возводишь в некий авторитет для себя, вот те люди, которые для тебя авторитетны, ты почему-то начинаешь как бы под них прогибаться, подкладываться и стараешься соответствовать их ожиданиям. И им достаточно легко тобой манипулировать и говорить тебе, каким тебе надо быть или какой тебе надо быть, чтобы ты начал превращаться в этого человека. Причем иногда это все происходит очень даже экологично. Тот человек, который тебе дает какие-то рекомендации по изменению себя, он это делает не со зла, и он не знает, что он делает тебе больно и плохо, особенно если там начинается какое-то сравнение. Так вот, мои хорошие, а что же делать? Что же делать, если это происходит в твоей жизни? Ну, во-первых, покопаться в своем детстве, повспоминать, а где было настолько больно? Вот когда тебя с кем-то сравнивали. Повспоминать эти ситуации. Если будете вспоминать эти ситуации, могут всхлынуть эмоции. И эти эмоции нужно им позволить быть. Почему? Потому что во время прохождения этих эмоций там еще будет идти такой словесный поток о том, чего бы тебе на самом деле хотелось. Вы можете прям брать уже листик и ручку, и вот если вы делаете это упражнение прямо сейчас, вспоминая ситуации, где вас кто-то значимый сравнивал с другими людьми, начинаете выписывать, а чего вам в тот момент хотелось сделать. Вот прям выписывайте. Потом, когда вы выпишите, вам нужно постараться найти вот эти вещи, как реализовать. Но реализовать не за счет кого-то. Сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, допустим, вы девушка, вас там сравнивали с другими девочками в детстве, там мама сравнивала с кем-то. Я сейчас фантазирую, но таких случаев мои фантазии, поверьте мне, они не то, что я придумываю, а это истории клиентов. Но суть не в этом. Ну, допустим, вы девочка, вы сейчас уже женщина, и вы продолжаете под кого-то подстраиваться. Нашли вы у себя такую вот историю. И когда вы начинаете делать это упражнение, вы вспоминаете те ситуации, где вас, допустим, мама с кем-то сравнивала, отслеживаете свои эмоции, можно поплакать, можно поорать, и записываете, а чего вам на самом деле хотелось бы в тот момент от мамы, допустим. Допустим, чтобы вас похвалили, чтобы вам вас обняли, чтобы дали любви, ну и так дальше. И вот здесь самое главное не допустить ошибку. Вот вы уже разобрались, почему так. Но если вы теперь понимаете, что вам в этот момент хотелось, чтобы вас похвалили и, допустим, вас обняли, то это не значит, что вот эта инструкция действует для вашего партнера. Ваш партнер вам ничего не должен. У вашего партнера своя психотравма, которую вы точно так же не обязаны ему лечить. Поэтому то, что вы себе выписали, вам нужно найти способ реализовать самостоятельно. А что это значит? Если вам хотелось, чтобы вас обняли, то взяли сами себя обняли. Если вам хотелось, чтобы вас похвалили, то начинаем себя усиленно хвалить. То есть вот вы продиагностировали эту историю, нашли то, что вам хотелось бы, и теперь вам это нужно начинать привносить в свою жизнь для того, чтобы у вас вот эта рана, она заросла. То есть когда вы уже находите причины, когда вы их уже начинаете хорошенько понимать. И в этих моментах вам нужно проявлять осознанность, что вам не нужно стараться получить одобрение от других либо какую-то похвалу. Нет, вам нужно научиться ее давать самому себе. Потому что если вы вот эту вот историю психотравматическую, детскую, не проработаете, то вы всю жизнь так будете под кого-то подстраиваться. И это очень грустно так и не узнать себя. Понимаете? Тут такая ситуация, что это очень некомфортная история. И пока вы ее не проработаете, вот таким образом, как я вам рассказал, вам здесь какое-то упражнение, какое-то конкретное упражнение, простенькое, оно скорее всего ничего не даст. Придется занырнуть в детство. Заныривать в детство – это нормально. Проживать свои психотравмы – это тоже нормально. И трансформироваться, и прекращать следовать ожиданиям других – это тоже нормально. И здесь очень важно самому себя притормаживать. Вот если вы себя отлавливаете на том, что вам кто-то что-то сказал, и вам вдруг захотелось в угоду этому человеку что-то сделать, нужно самому себе говорить «Стоп! Стоп! Я сейчас это сделать хочу для чего?» Чтобы понравиться, чтобы получить одобрение, чтобы еще что-то получить. И когда вы начинаете вот этот самоконтроль, это очень важно. Когда вы начинаете себя контролировать в этом моменте, вы начинаете исцелять вот эту травму. Еще важно. Вам может быть страшно, если вдруг вы начинаете становиться другим или другой, перестаете, скажем так, соответствовать ожиданиям других людей, и те люди, чьим ожиданиям вы долгое время пытались соответствовать, они начинают как будто бы от вас отворачиваться. Это окей. Вы становитесь другим человеком, который не прислуживает, не говорит «Да, мой господин» или «Да, моя госпожа». Нет, вы просто становитесь другим человеком, и это нормальная история. Многие будут задавать вопросы, а если вот я стала себя вести по-другому, или я стал себя вести по-другому, а это, допустим, тот человек, под которого я подстраивался, это моя жена или это мой муж. Ничего страшного. Дайте им время. То есть они на какой-то момент, они могут, скажем, отстраняться от вас. И дайте им привыкнуть к вам новому или к вам новый. Потому что когда вы меняетесь, ваши партнеры, они же не знают, что вы меняетесь. Вы, конечно, если ваш партнер достаточно осознанный, вы можете своему партнеру сказать «Так, я сейчас понял или поняла про себя вот такую штуку, я сейчас сознательно над этим работаю». Круто, если у вас взаимоотношения с вашим партнером на таком уровне. У меня, допустим, с моей супругой именно так и происходит. Если я понимаю в себе, что что-то со мной произошло, я пытаюсь со своим психотерапевтом найти эту историю, и когда я нахожу, я могу со своей супругой этим поделиться, чтобы она понимала, что со мной происходит, и чтобы она понимала, над чем я сейчас работаю. И, мои хорошие, обязательно поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, подстраиваетесь ли вы под других, это очень важно. Нужны ли вам еще видео на эту тему, и, конечно же, я вам рекомендую зайти по ссылке в описании, посмотреть видеокурс и записаться на него. И, мои хорошие, я здесь не стою с угрюмым лицом, просто очень много солнца, и поэтому мне приходится вот так вот хмуриться, записывая это видео для вас. Все, мои хорошие, с вами был Юрий Пузыревский, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok